Хочешь чемпионат мира? Готовься к войне. Видимо, так решили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и направили в Петербург требование оборудовать все еще недостроенный стадион на Крестовском острове бомбоубежищем. Где разместить защитное сооружение в профильном комитете города пока не знают. Согласно плану МЧС, по своей вместительности бункер должен быть еще больше самого стадиона. Ответ Комитета по строительству Санкт-Петербурга. В настоящее время рассматривается вопрос необходимости включения в проект дополнительного защитного сооружения для персонала и посетителей на 84 тысячи человек. Это не только финансовый вопрос. Непонятно, где вообще можно разместить такое колоссальное сооружение. При строительстве бомбоубежищ на одного человека в среднем закладывают полтора квадратных метра. В таком случае, чтобы выполнить требования Министерства чрезвычайных ситуаций, надо построить укрытие площадью 126 тысяч квадратных метров. А это, чтобы было понятнее, 17,5 футбольных полей. Неясно и кто заплатит за это. Стройка на Крестовском острове уже обошлась почти в 40 миллиардов рублей. Это больше, чем, к примеру, годовой бюджет всей соседней Новгородской области. Подчеркну, без учета строительства бомбоубежища. Дорого стоит вентиляция, система жизнеобеспечения. Надо хранить запасы питьевой воды, продукты, вырабатывать электричество. Но самое странное, рядом с будущим стадионом скоро достроят станцию метро, то есть бомбоубежище. Второе военное предназначение у таких зданий еще советская градостроительная традиция. Учитывая холодную войну, строились защитные сооружения под зданиями, под детскими садами, под школами, чтобы люди могли, не дай бог, при ядерной войне укрыться. Сегодня много бомбоубежищ, брошенные часть из них еще в 90-е годы, продали в частные руки. В некоторых открыли ночные клубы. Но много защитных помещений восстанавливают. Военные настроения в Петербурге в тренде. Большинство горожан не считают это проблемой. Чтобы на ситуацию посмотрели под другим углом, депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров на этой неделе попробовал довести ее до абсурда. Предложил всех кандидатов на госслужбу. Еще и тестировать на патриотизм. Вот поднятие этой проблемы, это в том числе и попытка показать на излишнюю забюрокраченность систему приема на государственную службу или на любую другую с точки зрения анкет. Потому что, если внимательно посмотреть, абсолютно бессмысленное действие. Для меня оно тоже крайне неприятно. Потому что половина региональных дум и законодательных собраний, вся Государственная дума на сегодняшний день вместе с помощниками и депутатами сидит, пишет эти сумасшедшие анкеты и вспоминает, кто зачем и почему был, в какой стране. В прокремлевских СМИ инициативу интерпретировали несколько иначе. И кажется, пункт отношения к проводимому президентам и правительствам курсу поняли буквально. Но даже в таком случае строительство бомбоубежищ не выход, считает парламентарий Михаил Амосов. Соединенные Штаты Америки и Россия могут по несколько раз уничтожить не то, что друг друга, но вообще, так сказать, все человечество. Ну какие тут бомбоубежища? 20 тысяч или 120 тысяч? Какая разница? Понимаете? По-моему, это какой-то абсурдный проект. Вот я, честно говоря, думаю, что он не будет осуществлен. Есть надежда, что кто-то решил просто заработать на сооружении гигантского бомбоубежища к Мундиалю. По крайней мере, успокаивает, что у самих строителей таких укрытий дома нет. Нет. Я думаю, что нету смысла. Почему? Ну, надеюсь, что войны не будет никогда. А так, для чего, не знаю. Больше не для чего использовать его, чтобы картошку там хранить и банки. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время.